В этом году Библия Ночь получилась самой массовой. Особенно много было детей. Для них традиционно устроили Библия Сумерки. Кораллки, бременские музыканты, комната страха у Гугли, просто веселые игры. Тема Библия Ночи этого года – магия книги, поэтому все залы превратились в мистические места. Мы терпим крушение. Нам должны поставить продовольствие. Мы скоро умрем с голода. Чтобы нас спасти, вы должны решить онлайн-тесты. Конечно, все завязано на книгах. Вот кафе, пикник на обочине по-стругацки. От соцсетизма. Сейчас все страдают от этого. Поэтому, я думаю, что если скушать, может, все-таки поменьше будем в компьютере смотреть. Здесь у нас представлены также сундучок «Исполнение желаний» от «Эппл» лихорадки. А в соседнем зале Магбет Шекспира. Магбет, представьте, какая постановка очень трагическая и страшная. С ней связаны вообще мистические истории. Ведь «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь» – это все ставится в спектакли, снимаются в фильме. А в Магбете играть никто не хочет, потому что там силы зла. И вот сколько раз эту постановку ставили, первый раз актеры умирали. Или театр сгорал. Впрочем, главное волшебство, которого организаторы ждут от «Библия ночи» – это новое отношение к процессу чтения. Шаг к тому, чтобы человек преодолел свой страх – зайти в библиотеку. Потому что библиотеки, как правило, они отпугивают тем, что здесь царит тишина. Здесь нельзя веселиться, здесь нельзя проявлять свои эмоции. Сегодня библиотеки – это культурные центры, где можно не только читать. В пикник на обочине зашел Вячеслав Худышкин. Ему попалась пока ненужная конфета. Для осиной талии. Последняя прочитанная книга – биография Стива Джобса. Конечно, можно было посмотреть фильм, но у текста – уникальное преимущество. Потому что она дает возможность самому представить, фантазировать. Квесты по фильмам, книгам, танцам и рок-музыкам «Библия ночи» в этом году была для всех поколений и по самым разным мистическим сторонам жизни.